Привет, юные ученые! Выпускники и все им сочувствующие – это ролик для вас. Возможно, вы уже знаете, что ФИПИ публикует проекты документов, которые определяют, какими будут экзамены в этом году по каждому предмету. Они публикуются на официальном сайте ФИПИ и включают в себя демонстрационные варианты, кодификаторы и спецификации. И каждый год в эти документы выносятся изменениям. И этот год не исключение. Так давайте разберемся, как же изменился ЕГЭ-2024. Досмотрите этот ролик до конца, и вы узнаете, экзамен по какому предмету не изменился вообще. Начнем с гуманитарных предметов. Русский язык. Первое. Изменились формулировки тринадцатого и четырнадцатого заданий. В тринадцатом задании раньше нужно было найти предложение, в котором не с выделенным словом пишется слитно или раздельно. В ответ выписывалось одно это слово. Теперь в тринадцатом задании нужно указать варианты ответов, в которых не с выделенным словом пишется слитно или раздельно. В ответ нужно выписать не слова, а цифры. В четырнадцатом задании нужно было найти предложение, в котором оба выделенных слова писались раздельно, слитно или через дефис. И выписать их в ответ. Теперь тут тоже несколько правильных ответов и выписываются номера предложений, а не слова. Соответственно, 13-е и 14-е задания стали немного сложнее. Но это еще не все. Второе. Опять поменяли систему оценивания 8-го и 26-го заданий. Теперь за 8-е задание можно получить максимум 2 балла. В прошлом году было 3, а до этого целых 5. Один балл можно заработать, допустив одну или две ошибки. Если ошибок больше двух, поставляется 0 баллов. В задании 26 изменились требования для получения 1 балла. Теперь, чтобы его получить, нельзя допустить более двух ошибок. Третье. Изменилась формулировка задания 27 сочинения. Раньше задание звучало так. Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарии два примера иллюстраций из прочитанного текста, которые важны для понимания проблемы исходного текста. Избегайте чрезмерного цитирования. Дайте пояснение каждому примеру иллюстрации. Проанализируйте смысловую связь между примерами иллюстрациями. Теперь так. Цветом мы отмечаем изменения. Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарии пояснения к двум примерам иллюстрациям из прочитанного текста, которые важны для понимания проблемы исходного текста. Избегайте чрезмерного цитирования. Проанализируйте указанную смысловую связь между примерами иллюстрациями. Другими словами, что это значит? Если в прошлом году нужно было просто привести два примера, то в этом году нужно привести два примера и еще их пояснить. Кроме того, в формулировку задания добавилось требование. В обосновании своего отношения к авторской позиции ученик теперь должен включить пример-аргумент из жизни, читательского опыта, истории или культуры. Таким образом, сочинение из ЕГЭ немножко приблизилось по форме к итоговому сочинению по литературе. Его должен написать любой выпускник, чтобы получить допуск сдачи ЕГЭ по русскому языку. Четвертое. Изменились и критерии проверки сочинения. За комментарий теперь можно получить только три балла. В прошлом году было пять. За критерий богатства речи К6 можно получить максимум один балл. Раньше было два. И теперь этот критерий не зависит от другого – соблюдения речевых норм К10. До этого учебного года максимум по К6 можно было получить, только если в сочинении было допущено не более одной речевой ошибки. То есть получен высший балл по критерию К10. Кроме того, теперь каждая орфографическая ошибка в сочинении приводит к дополнительному снижению баллов по критерию К7 – соблюдение орфографических норм. А раньше однотипные ошибки группировались. Пятое. Максимально первичный балл опять снизили. Теперь, если вы не допустили ни одной ошибки в тесте и сочинении, вы можете получить 50 баллов. В прошлом году – 54. Тенденция налицо. Уменьшение максимального первичного балла означает, что каждая ошибка становится дороже. А увеличение количества заданий с множественным выбором делает практически невозможным угадывание правильных ответов. Литература. Сдающих литературу в этом году ждет множество изменений. И самые большие – в кодификаторе. Убрали все произведения, начиная с древнерусской литературы и заканчивая литературой первой половины XIX века. Представляете, экзамен по литературе без Пушкина. Теперь он существует. Но это не означает, что к ЕГЭ теперь нужно прочитать меньше текстов. В кодификатор добавили много новых произведений, особенно из периода XX века. Второе изменение. В задании с кратким ответом стало меньше. Теперь их шесть. Раньше было семь. Третье изменение. В задании 11.4 сочинения уточнили формулировку темы. Раньше можно было привлекать любые произведения для раскрытия темы. А теперь в задании уже включены имена трех писателей-классиков, из которых требуется выбрать одного. Четвертое. Задания с развернутым ответом теперь оцениваются строже. Повысились требования грамотности. Теперь четвертое и девятое задания оцениваются не по двум, а по трем критериям. Пятое. Максимальный первичный балл снизился с 53 до 48 баллов. С дающими литературой я могу пожелать только удачи. История. Первое. Одно из основных нововведений — обновление кодификатора. Теперь он включает темы по истории России и мира до 2022 года включительно. Второе. Усложнилось задание 18. Раньше нужно было указать три любых причины или три любых последствия исторического события. Теперь нужно указать конкретные причины или последствия, соответствующие условиям, прописанным заданием. Сравните. ЕГЭ-2023. В 1830-1831 годах произошло восстание в царстве польском, которое было подавлено русскими войсками. Укажите три любых последствия этого восстания. А теперь ЕГЭ-2024. В 1830-1831 годах произошло восстание в царстве польском, которое было подавлено русскими войсками. Укажите. А. Причину восстания, связанную с влиянием политических событий в других странах. Б. Политическое последствие восстания для царства польского. В. Последствия восстания для развития высшего образования в Российской империи. Жестко. Обществознание. Первое. Изменилась формулировка 24-го задания, где нужно было составить сложный план. Раньше нужно было раскрыть детально два пункта, теперь три. Сравните. ЕГЭ-2023. Сложный план содержит не менее трех пунктов, включая два пункта, наличие которых позволяет раскрыть данную тему по существу. Оба этих обязательных пункта детализированы в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу. А теперь эта понятная формулировка в ЕГЭ-2024 звучит так. Сложный план содержит не менее трех пунктов, непосредственно раскрывающих данную тему по существу. Эти обязательные пункты детализированы в подпунктах, раскрывающих по существу заявленный аспект темы. Вот такое изменение. Второе. Но главное опять в кодификаты. Во-первых, изменилась группировка тем. Их стало 73 вместо 85. Добавили новые темы. Духовные ценности российского общества. Вклад российской культуры в формирование ценностей современного общества. Государственное управление в Российской Федерации. Государственная служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции. Антикоррупционная политика государства. Механизмы противодействия коррупции. Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. Государственная политика Российской Федерации по противодействию экстремизму. Административный процесс. Судебное производство по делам об административных правонарушениях, конституционное судопроизводство, арбитражное судопроизводство. Во-вторых, будьте внимательны, убрали только одну тему. Все остальные темы остались, но фигурируют под новыми названиями. Иностранные языки, кроме китайского. Первое, задания в экзаменах по английскому, французскому, испанскому и немецкому языкам теперь делятся на два уровня сложности – базовый и высокий. Второе, изменились формулировки в заданиях 38 – письменная часть и 4 – устная часть. В четвертом задании также поменялись критерии оценивания. Третье, в заданиях 1, 2, 10 и 11 уменьшился максимальный балл. За задания 1 и 11 теперь можно получить по 2 балла, а за задания 2 и 10 – по 3. Соответственно, максимальное количество первичных баллов снизилось, с 86 до 82. Китайский язык. В этом экзамене задания также делятся на два уровня сложности – базовый и высокий. Изменились формулировки заданий 29 – письменная часть и 3 – устная часть. В третьем задании поменялись и критерии оценивания. Кажется, что до экзаменов еще очень далеко, но, как мы все знаем, время летит стремительно. Как говорится, и глазом не моргнешь, а уже пора писать итоговое сочинение. А там и ЕГЭ близко. Поэтому мы рекомендуем выпускникам не откладывать и начать подготовку к экзаменам вместе с интернет-уроком заранее. С нами вы в спокойном темпе повторите и систематизируйте материал, пройденный за годы учебы в школе. Определите, какие темы хромают и уделите им больше внимания. Узнаете все нюансы и нововведения в ОГЭ и ЕГЭ 2024 года и подготовитесь по актуальным и профессионально разработанным материалам. Равномерно распределите подготовку к экзаменам на весь учебный год и забудете про стресс. Переходите по ссылке в описании, читайте актуальную информацию и записывайтесь на курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. С гуманитарными предметами закончили? Едем дальше. Математика. База. Изменений в базовой математике в ЕГЭ 2024 года нет. Профиль. Добавилось новое задание номер 2, которое проверяет знания по теме векторы. За это задание можно получить 1 балл. Соответственно, максимальный первичный балл по профильной математике вырос с 31 балла до 32. Физика. Первое. В этом году из проекта экзамена убрали целых 4 задания. Было 30, стало 26. При этом время, отведенное на написание экзамена, осталось прежним. 3 часа 55 минут. Вот. Чувствуется несправедливость по отношению к гуманитариям. Второе. В первой части работы удалены интегрированные задания на распознавание графических зависимостей и два задания на определение соответствия формул и физических величин по механике и электродинамике. Во второй части работы удалено одно из заданий высокого уровня сложности – расчетная задача. Одно из заданий с кратким ответом в виде числа в первой части работы перенесено из раздела МКТ и термодинамика в раздел «Механика». Третье. Максимальный первичный балл уменьшился с 54 до 45 баллов. Биология. В ЕГЭ по биологии в этом году совсем небольшие изменения. Из структуры экзамена удалили задания, в котором проверялось знания тем – эволюция живой природы, происхождение человека, экосистемы и присущие им закономерности, биосфера. Максимальный первичный балл теперь 57 вместо 59. География. В географии изменения тоже небольшие. Из экзамена убрали два задания, где проверялось, умеет ли выпускник определять азимут и строить профиль с помощью топографической карты. Максимальный первичный балл, соответственно, тоже снизился – с 43 до 39. Информатика. В ЕГЭ по информатике изменилось только задание 13. В нем теперь будет оцениваться умение выпускника использовать маску под сети при адресации в соответствии с протоколом IP. Химия. ЕГЭ по химии в этом году никак не изменился. Вот мы и разобрались с вами, как будут выглядеть экзамены в этом году для 11-классников. Думаю, вы заметили, что ЕГЭ с каждым годом становится сложнее. Количество максимальных первичных баллов снижается, соответственно, стоимость каждой ошибки возрастает. Но не переживайте, при правильной подготовке вы сможете справиться с любым экзаменом. Мы в вас верим. Напишите в комментариях, какие экзамены вы планируете сдавать, мы это учтем при подготовке следующих роликов. Ставьте лайк под этим видео и подписывайтесь на канал. До скорого!